День добрый! Сегодня мы с вами познакомимся с достаточно известной программой для мобильных устройств CardioExpert. Цель этой программы была получить оперативную информацию во время приема на консультации, чтобы быстро и эффективно принять правильное решение по диагностике и лечению заболеваний. Программа CardioExpert имеет две версии. Это базовая версия, куда входят основные инструменты, необходимые для работы кардиолога, и расширенная версия для профессиональной уже работы, куда включены более 200 разных инструментов, прогностические шкалы, справочная информация, рекомендации по выбору хирургических методов лечения, имплантации электронных устройств и так далее. Язык определяется самой операционной системой. Если установлен русский язык, программа автоматически выбирает русский язык. Для всех остальных языков англоязычная версия. Вот здесь вы видите основное меню программы. Нажав на рубрику, можно выбрать подрубрики, необходимые для решения той или иной задачи. Итак, переходим к настройкам программы. Они немногочисленные. В первую очередь следует обратить внимание на систему единиц. Дело в том, что в Соединенных Штатах Америки и в странах Азии используется оценка биохимических показателей в миллиграмм на декалитр обычно. А в Европе это миллимольный литр или микромольный литр. Также программа может непрерывно вести историю вычислений, которую затем можно сохранить в файле и использовать в документах и других задачах. Если история вычислений нужна только для текущего сеанса, можно пометить рубрику «Удалить историю». И при выходе из программы история будет очищаться. В кардиоэксперте представлены многочисленные справочные информации, включая референтные значения биохимических, других лабораторных показателей, результатов эфокардиографии и так далее. В программе представлены многочисленные калькуляторы, которые позволяют оперативно рассчитать разные показатели. Например, вы видите здесь расчет интервала КУТЭ коррегированного, включая разные формулы. Кроме того, в профессиональной версии программы имеется возможность сделать коррекцию на блокаду левой ножки пучка ГИСа. Также с использованием разных методик. Основную часть программы составляют шкалы, которые используются для оценки вероятности диагноза и прогноза заболевания. В данном случае вы видите шкалу оценки переоперационного риска для несердечных операций RCI. Выбрав определенные пункты, можно получить вероятность развития сервисудистых осложнений во время несердечных операций. И с учетом других факторов, позиций пациента, выбрать правильное решение для проведения операции и подготовки. Каждой шкале прилагается справочная информация, где вы можете получить дополнительные сведения по использованию данной шкалы. А также приводится оригинальный источник разработчика этой шкалы. Кроме использования инструментов и информации, которую разработали ведущие медицинские экспертные группы, научно-исследовательские группы в мире, автор приводит и свои разработки. Например, много лет изучается выбор препаратов при заболеваниях в сочетании с другими заболеваниями, состояниями, при коморбидности. Вот много лет уже переиздается в крупнейшем нашем издательстве Геотармедии вот такой справочник лечения болезни в условиях коморбидности. И информация из этого справочника была также включена в кардиоэксперт. Вот здесь вы видите, как можно выбрать одно заболевание, второе заболевание и получить информацию по предпочтительному выбору того или иного медикаментозного средства. И указаны препараты, которые нежелательны или противопоказаны в данной клинической ситуации. При оформлении диагноза часто необходимо использовать кодировку МКБ-10. Вот она представлена здесь. Здесь можно выбрать заболевание по тексту или по коду и таким образом получить информацию, которая дальше используется в оформлении медицинской документации. Готовя эту программу, автор анализировал много информации и первоисточников, и многочисленные исследования, посвященные той или иной шкале, связывался с разработчиками шкал. Опыт анализа литературы и свой собственный опыт использования шкал постарался отразить в этой книжке, которая первоначально называлась «Прогнозирование шкалы в кардиологии». А вот последнее издание было расширено и выпускается под названием «Прогнозирование шкалы в медицине». Там вы можете найти более подробную информацию о шкалах, о том, как правильно их использовать, какие есть преимущества и ограничения той или иной шкалы. И я очень надеюсь, что эта книга будет вам полезна. Ну вот мы завершаем короткое описание программы «Кардиоэксперт», которой автор пользуется практически каждый день в своей консультативной работе при принятии решения по диагнозу и лечению заболевания. И надеюсь, что она будет полезна также и вам, коллеги.